Утро на Елисея Всем привет! Сегодня я решила с вами повелиться тем, что растет у меня дома и что сейчас очень популярно у молодежи. И вы не поверите, когда узнаете, очень удивитесь, это чайный гриб. Такие грибы были очень популярны в начале 20 века, но потом, когда в нашу страну пришли сладкие газировки и все такое прочее, про чайный гриб все забыли, а вот сейчас снова вспомнили, потому что это действительно натурально, очень освежает и вкус интересный, прям необычный, попробовать рекомендую. Давайте для начала расскажу вам о том, как обзавестись вот таким замечательным грибом. Вы можете попросить его у кого-то из своих знакомых или поискать в интернете, потому что грибы вот эти, они постоянно растут. И смотрите, вот здесь мы видим уже взрослый гриб, и в какой-то момент он становится слишком тяжелый, от него прямо необходимо для его же благо отделить еще одну часть. Вот мы отделили, и здесь сейчас находится молодой грибок. В какой-то момент их окажется миллиарды, куда их все девать, поэтому все люди с удовольствием делятся, так как это такая структура, постоянно размножающаяся. Тот человек, который передает вам гриб, должен оставить в банке с ним какое-то количество жидкости, потому что в этой естественной среде ему будет комфортнее жить, и он не заболеет, эти грибы достаточно переребливые. Что делаем дальше? Оставляйте примерно 10% жидкости той, в которой гриб рос до этого, а потом наливайте туда новую смесь. Это чай сладкий, холодный обязательно чай, только нельзя насыпать сахар прямо вот в емкость, где у вас произрастает гриб. Нужно сначала размешать, приготовить горячий чай, чтобы он остыл, а потом заливать. У нас это зеленый, потому что нам кажется, что так гриб больше похож полученной жидкости на калкучу, это известный китайский напиток. Но можно и черный, и специалисты говорят, что черный чай обладает такими компонентами, которые гриб только оздоравливают, и он с наибольшей вероятностью не будет болеть, и все такое. На такую банку мы добавляем где-то 1 столовую ложку заварки чая и 4 столовых ложки сахара. 1 к 4, вот такая формула идеальная получилась. И он растет, пахнет кисленько, но летом пить прямо приятно. Наставится все это великолепие, точнее камбуча, где-то 5-10 дней. Нашим баночкам примерно 2 дня. Когда они окончательно, вот эта жидкость, получат всю газацию, потому что будет для того и нужен, так как газированный чай, но вот такой с кисленько, мы его разобьем по таким бутылочкам и поставим наставиться в холодильник. Туда же можно добавить какие-нибудь фруктовые пюре, варенье, сиропы. Это разнообразит ваш напиток. Кстати, в магазинах сейчас тоже продается камбуча, и если вам вообще уж не у кого взять этот гриб, вы можете, во-первых, к нам на канал написать, я вам сажу, что так и будет. Либо купить эту камбучу, поставить ее дома, так, в комнатной температуре, и тогда она в какой-то момент даст новый гриб, вы пересадите. Всем прекрасных экспериментов, не забывайте, Советский Союз.